Переходим к следующему упражнению. Следующее упражнение опять у нас связано с движением головы. Называется оно «Ушки». Но мне, честно говоря, больше нравится название «Китайский болванчик». Представьте себе, что вам надо пожурить кого-то, сказать «Ай-яй-яй, что же ты наделал?». Вот накачаем вот так голову. Ушки оно называется, потому что ухо правое идет к правому плечу, левый идет к левому. Итак, тело расслаблено, руки висят, ноги чуть меньше, чем ширина плеч. Начинаем делать это упражнение. Три, четыре. Восемь. Шестнадцать. Двадцать четыре. Тридцать. Хочу заострить ваше внимание на том, что очень низко голову наклонять в этом упражнении не нужно. Мы головой как бы покачиваем. Опять для того, чтобы слишком не грузить шею. И еще одно упражнение, тоже связанное с наклонной головы, называется «Малый головной маятник». Значит, мы с вами качаем головой вперед-назад. Здесь как бы мы нюхаем то пол, то потолок. И, собственно, в этом и заключается это упражнение. Так, попробуем. Так, все понятно. Итак, приступаем. Три, четыре. Восемь. Двадцать четыре. Тридцать два. Мы с вами закончили вторую тройку упражнений из дыхательной гимнастики Стрельниковой. Вся вторая тройка, если вы заметили, она была связана с работой головы. Следующее упражнение. Мы подключаем на нем ноги. И практически работает на нем все тело. Это упражнение называется «Перекаты». Мы с вами должны выставить правую ногу вперед. Левый, чуть в полоборота, корпус повернут, стоим именно прямо. Не боком это упражнение делается, а именно прямо. Обязательно при каждом движении должно быть, коленки должны сгибаться. Покажите, чуть присели, чуть встали. Теперь, почему называется «Перекаты»? Потому что мы будем переносить тяжесть тела с одной ноги на другую. Значит, переносим сейчас тяжесть тела на правую ногу, которая стоит впереди. Присели. Дальше обязательно выпрямляемся и переносим тяжесть тела на левую ногу, которая стоит сзади. Присели. Выпрямляемся. Вот это выпрямление обязательно. То есть мы через него проходим, только оно очень короткое. Дальше. В тот момент, когда вы переносите тяжесть тела на ногу, другая нога становится полностью свободной и приподнимается на носочки. То есть вот смотрите, присели на правую ногу, сзади нога левая приподнялась. Вот у Никиты очень хорошо видно, что он стоит на носочке. И Вика тоже. Опять приподнялись, встали на обе ноги, перенесли тяжесть тела на левую ногу и приподняли правую на носочке. То есть они не стоят обе стационарно, а именно одна нога стационарно, а вторая чуть-чуть отрывается пяточкой от пола. Это тоже очень важно. Так, теперь встали и показали, что у нас получилось. Итак, пробуем. Вперед. Назад. Вперед. Выпрямились назад. Хорошо остановились. Сейчас начнем его делать. Три, четыре. Раз. Восемь. Шестнадцать. Веселее. Восемь. Двадцать четыре. Тридцать два. Остановились. Теперь мы с вами должны поменять ноги и выставить вперед левую ногу, правую назад и делаем все абсолютно то же самое, но с другой ноги. Три, четыре. Восемь. 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 Шестнадцать. Восемь. Двадцать четыре. 32 итак мы подошли к последнему упражнению нашего комплекса это упражнение называются шаги но еще по-другому его называют рок-н-ролл потому что движение которого сейчас будем с вами делать танцевальные и я считаю что является очень хорошим окончанием этого комплекса оставляя прекрасное настроение и хороший энергетический задел на весь день который вы проведете после того как выполните эту гимнастику и так это упражнение мы разбиваем на три части значит первое это шаг вперед что значит шаги мы просто с как бы с вами шагаем на месте поднимаем ногу сгибаем ее в коленке чуть-чуть приседая в этот момент и стоим на место книги покажем руки пока у вас будут висеть просто свободно корпус должен быть спина должна быть прямая голова тоже у вас свободно и прямо смотрим мы с вами вперед и так пробуем справа ноги раз-два-три-четыре шестнадцать 24 32 следующие шаги называется следующее упражнение задний шаг то есть мы сгибаем ногу в коленочке и заносим ее назад при этом полу присяд у нас с вами остаются некий покажи да вот виктория правильно еще также как видите сгибаются обе коленки это очень важный момент не на прямой ноге делаем а все время как бы у нас идет такой приседающие танцевальное движение пружинка так называемая так итак начинаем 3 4 8 6 16 24 32 32 и последнее упражнение завершающий наш комплекс это те же самые шаги только мы их опять делаем вперед хочу обратить ваше внимание что коленку можно поднимать по-разному можно поднимать ее невысоко это все зависит от вашего внутреннего физического состояния главное ее поднять но если вы можете значит поднимаете и тогда повыше здесь можно подключить и руки и как бы знаете как руки в рок-н-ролле есть такое движение когда правая рука идет к левому колену а левым как правому да вот можно делать вот так то есть последнее упражнение где у нас опять шаги вперед можно исполнить уже вы прям буквально как танец рок-н-ролл 3 4 8 шестнадцать двадцать четыре тридцать два мы с вами разобрали все упражнения входящие в комплекс дыхательной гимнастики александра николаевна стрельниковой я надеюсь что вам все будет очень понятно начинайте это все осваивать хочу сразу сказать что сразу весь комплекс осваивать не нужно вы не сможете его сделать сразу это очень тяжело и с дыханием и физически просто практически невозможно лучше прорабатывать и в день по одному движению осваивать их как следует смотрите чтобы у вас все правильно получалось а на следующий день прибавляйте еще одно упражнение время у вас есть все мы сидим дома на самоизоляции поэтому можно эту тему проработать очень тщательно и запомнить все эти упражнения это дыхательная гимнастика рекомендована любому возрасту начиная с детей и заканчивая очень пожилыми возрастными людьми делать ее можно как стоя так и сидя просто сидя вы будете эти движения как-то модернизировать в то положение в котором вы находитесь очень было бы неплохо если бы вы освоив этот комплекс делали его под музыку потому что тогда естественно все будет легче настроение будет лучше ну и время будет пролетать незаметно ну и еще я хочу сказать что таких подходов надо делать три раза по 32 вдоха движения к каждому упражнению кроме последнего упражнения там где у нас с вами шаги вперед назад и вперед вот здесь все делается по 32 а вместе как раз получаются даже так называемая сотня то есть 96 раз все остальные 10 упражнений каждое надо делать три раза по 32 обратите пожалуйста на это внимание ну что же осваивайте нашу вернее гимнастику не нашу гимнастику александра николаевна стрельниковой я желаю вам удачи